Экклезиаст Минуть этот процесс, войти в жизнь, не пройдя через рождение. И в рождении человека существует пять аспектов, которые мы не можем выбрать самостоятельно. Это прерогатива Бога. Он определяет эти составные. Я вам скажу честно, я тоже немножко был не согласен с этим, но извините, я не могу спорить с Богом. Первое. Мы не можем выбрать исторический отрезок времени, в котором нам надлежит родиться. Я всегда мечтал о серебряном веке, родиться в поэзии. Родился сейчас, ну извините. Семью, в которой родился. Ну не в Рокфеллера я родился, знаете. Хотелось родиться в какой-то семье богатого Рокфеллера. Потом страну, в которой родился. Ну Швейцария, конечно Швейцария. Горы, шоколад, молоко. Ну родился я на Украине и я рад. Я благословенное время. Ой, тоже молоко есть, говорят. Потом, я не могу выбрать семью, в которой родиться. Знаете, я рождаюсь в той семье, в которой я вот рождаюсь. Ну не могу я. Я не могу родиться, выбрать себе этническую принадлежность. Знаете, там, я вот мечтал быть французом, там, родился евреем. Ну что делать? Я не могу выбрать свой пол. Я не могу. Вот знаете, кто-то мечтает рождаться девочкой, родился мальчиком. Ну вот так. Вот это пять вещей, которые мы не можем изменить. И зачатие жизни и рождение, вхождение в реальность нашего бытия, это уже таинство. Мы рождаемся в этот мир такими, какими мы есть. И это прекрасно. Каждый человек уникален по своей природе. Каждая личность, это вселенная, сокрытая в хрупкой оболочке человеческого тела. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очереве матери моей, говорит псалмопевец. 138-й псалмом, с 13-го стиха. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыши видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было, как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Прекрасный гимн Божьего творения, согласитесь. Бог сотворил человека по образу своему и подобию, и сказал, весьма хорошо. Мы не можем выбирать, вот то, что я говорил, этих пять аспектов. Мы не можем, когда мы родились, но мы можем выбирать, как мы будем жить именно в этот исторический отрезок, в этой стране, в этой семье, с той национальностью и полом, которым наделил нас Творец. И вы помните, Рабин Ахман, он пел такую молитву, «Коль хаолам куло гешер цар меот» – «Вся наша жизнь словно узкий мост». И перефразируя текст его песни, его молитвы, я хочу сказать, «Вся наша жизнь – это дорога, по которой мы идем». Немножко о географии. Дорога – это длинная полоса земли, которая соединяет какие-либо два места. Она соединяет, то есть два пункта – пункт А, пункт Б. По ней можно идти, по ней можно бежать, по ней можно ехать, по ней можно стоять. Она и может идти прямой, она может идти вот такой, знаете, волнообразной, пересекать горы, пересекать реки. То есть, это дорога. Мы рождаемся – это пункт А. И мы умираем. Это пункт Б. И расстояние между пунктом А и Б – это наш путь на дороге жизни. Но этот путь не заканчивается, потому что есть еще пункт В – это вечность. И хочется в этой связи процитировать одного литературного героя. Он, конечно, цитата, конечно, не христианская, но суд, которая заложена в этой, ну, как, знаете, сегодня говорят, мессенджи, в этом послании. Она довольно глубока. И, кстати, как говорил сегодня Рэбе, что старики, которые любили панк-рок, должны знать этого, потому что мы учили ее в школе, эту цитату. Итак, самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь, все силы были отданы самому главному в мире – в борьбе за освобождение человека. Это говорил Павел Кокорчагин в книге «Как закаляла сталь», которую написал Островский. Но вы поймите, мысль, сама глубина какая заложена, самое дорогое у человека – это жизнь. И это дар Божий. У нас нету больше дороже, чем жизнь. Все золото мира, алмазы, нефть, газ, все акции iMac, iPod и Windows вместе взятые – они не стоят жизни. Это дар Божий. Она дается один раз. Ее нужно прожить так, чтобы, когда мы придем перед престолом благодати, нам не было мучительно больно, и нам было что сказать тому, кто дал нам эту жизнь. Это дар. И вы знаете, на этой дороге жизни можно стоять, но она не приближает нас к цели. Если мы пойдем назад, мы тоже не перейдем к цели. Если мы будем смотреть, как другие идут, ну, мы не придем к нашей цели. Мы можем увидеть только новое тогда, когда мы идем вперед. Мы можем увидеть то, что видели другие, когда мы пойдем вперед. И знаете, главный тезис, который включает и название этого слова «дорогу осилит идущий». Чтобы пройти свой путь по дороге жизни, по ней необходимо идти. И желательно вперед. Чтобы не было мучительно больно. Итак, Иисус сказал ему, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, глава 16 стих. Довольно часто путь с Машехом, с Мессией описывают, как рекламные проспекты, которые рассказывают нам о некоторых чудодейственных снабдобьях. Ну, не зная, как вы, я лично слышал и даже порою сам говорил таким образом. Ну, например, «Вся жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Все будет хорошо и даже лучше, чем есть сегодня. Вы мгновенно получите исцеление, а ваш муж, жена, дети, подчеркните нужное, станут другими. У вас будут финансы и изобилие. Бог будет отвечать на все ваши просьбы. Вас будут окружать самые, это очень важно, вас будут окружать самые добрые и отзывчивые люди, которые хлебом не коронят, только дай помочь вам». Вот, сразу сработало. И знаете, и эффектное такое завершение. Это все по благодати, даром, даром по милости Божьей. Хорошо. И вы знаете, что как в каждой рекламе в этих заявлениях есть доля истины. Действительно, когда ты ответишь на призыв Мессии, Израиля, и откроешь свое сердце для Бога, твоя жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Это правда. Но в остальном есть нюансы. В общем, все правильно. Бог действительно исцеляет болезни. Он отвечает на молитвы. Он благословляет духовно и физически. Это его сущность. Он есть любовь совершенная. Но рекламное христианство, это, знаете, крайности. И как в каждой крайности в такой презентации опускается как незначительными, ну, на первый взгляд, но главные составные послания. В таком рекламном Евангелии не говорится о цене, которую надо платить, о трудностях, которые необходимо преодолевать. Знаете, как в песне такой поется, «Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю». И акцент ставится на противоположностях. Вам было плохо? Будет хорошо. Вы сейчас больны? Будете здоровы. У вас финансовый недостаток? Будет финансовое изобилие. Все, что от вас требуется, повторите за мною формулу покаяния. Посещайте богослужения. Ну, могут добавить. Не забудьте платить десяти, но читать Библию, и вот новая жизнь, уже не грешник, но еще не святой. И Бог, как тот бывший далеко, теперь рядом. И что вы просите во имя Мое, дается, но проходит эйфория новизны, и мы сталкиваемся с привычными нам проблемами. Появляются трудности и искушения, и происходит, знаете, как выражаясь умными терминами, ломко-парадигмы. Мы становимся перед дилеммой. Или нам все, что нам рассказали, ну, раньше это сказать, не всю правду нам открыли. Или, может быть, это неправда? Неужели Ишуа говорил неправду? Почему нам обещали одно, а в жизни другое? Я думаю, что решение этого вопроса заключается в том, чтобы разобраться, что на самом деле говорил Ишуа своим ученикам. И изучив этот вопрос, принять решение для себя. Ведь хочется напомнить, что это необходимо лично каждому, совершающему путь спасения по дороге жизни. Потому что каждый из нас идет свой путь. Никто не может пройти этот путь за нас. Никто не может пройти из пункта А, пункт Б. Как надлежит этому человеку однажды родиться, так и надлежит нам однажды прийти к ответу. Итак, представьте себе, вы теперь представьте себе, как это быть учеником великого мудреца, через которого Бог делает чудеса, являет знамение самого Мессии Израиля, которого мы так долго ждали. Понимаете? Это же почетно, это престижно, это открывает двери для успешной карьеры, положения в обществе. Ученики возле учителя. Он говорит им тайны, от простых, ну понимаете, он говорит им то, что он не говорит всем. Он дает им власть исцелять и изгонять бесов. Они могут допускать к нему людей или не допускать, помните, да? И не пускали к нему детей, чтобы их благословили. И они отражают его славу и сами купаются в лучах его известности. Это ученики чудотворства и даже шепотом царя. Вы понимаете, да? Они вдохновлены Божьей реальностью и духовной властью до такой степени, что однажды, когда жители самарийского селения отказались их принять, были готовы не изверхнуть огонь с неба, чтобы восстановить справедливость. Видя его, это Евангелие от Луки, 9 глава, 54 стих. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истрепил их, как Илья сделал? И заметьте, они по Писанию говорят. Вы отметили это? Они ничего своего не добавили. Они говорят, Боже, тебя не приняли, нас не приняли, сейчас огонь сойдет с неба и по Писанию, Илья же так сделал. Мы тоже так можем, мы же возле тебя, мы же... А что Ишоу ему сказал? Помните, да? Не знаете, какого вы духа. Итак, и давайте теперь посмотрим, что же говорил Спаситель тем евреям, которые хотели идти за ним. И заметьте, он был предельно честным и конкретным. Он обещал, но он и предупреждал. Вы видите, то есть, он не просто давал рекламное, такой буклетик, пойдете за мной, но он и говорил, ребята, есть определенная цена, которую нужно платить. И что же он говорит? Он говорит, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 2 стих. Изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что служит Богу. И даже так называемые, ну, как у нас принято называть, заповеди блаженства, о которых мы читаем Матфея 5 глава, выглядят, мягко сказать, не очень вдохновляюще. Блаженны и изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10-11 стих. Как не похожи эти слова на принципы успеха и преуспевания, принятые в мире? Чего ищет мир? Ну, мы можем ответ найти опять в Писании «Похоть отчей, похоть плоти и гордость житейской Эдемский сад. Увидела плоть, возжелала и захотела». И мы можем посмотреть, что мама сыновей за идею просит у Ишуа, можно один сыночек сядет возле тебя в царстве с правой стороны, другой с левой стороны, то есть один будет судьей, второй будет управителем. А остальные ученики между собой недовольны, потому что до самого последнего момента они спорят, кто же из них будет главным в Царстве Божьем. Кто же будет главным у нашего Царя. А Ишуа, вместо того, чтобы сказать правильно, молодцы, он говорит ученикам, вас изгонит из синагог, вас будут гнать и всячески неправильно злословить. Общество власти, больших денег, элита, куда так хочется попасть в рядовому гражданину, она просто оторгнет вас, потому что будучи верующими, в моем слове, вы будете обличать их в грехе. Помните Иоанна Крестителя, за что умертвил царь? За то, что он его обличал, за то, что он ему говорил, ты живешь в грехе, хотя он очень уважал его, он хотел, чтобы Иоанн Креститель был рядом, он хотел быть в его, чтобы он делился с ним мудрости, но когда он говорил Ироду, что вот ты делаешь неправильно, он его просто обезглавил. И поэтому Ишуа говорит о главенстве Царством Божьим, он говорит, что в Царстве Божьем все немножко по-другому, он разрушает стереотипы успеха и называет цену, которую должны платить его ученики. Иисус же подозвал их и сказал, вы знаете, что властители народов господствуют над ними, и вожди их повелевают ими, но между вами да не будет так, если кто из вас хочет стать главным, пусть будет всем слугой, если кто хочет стать первым, да будет рабом у вас, потому что и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать жизнь свою во искупление многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 25-26 стих. Обратите внимание, обратите внимание, что Ишуа честен, он не просто говорит, ребята, пойдете за мной, будет все хорошо, все будет хорошо, он говорит, будет все хорошо, но есть цена, которую вы будете платить, если вы хотите быть праведными в этом мире, мир отвергнет вас, потому что меня не принял, отвергнул меня, поэтому ваша жизнь, ваш путь за мной будет говорить о вас. Итак, смотрите, Ишуа никого не держал возле себя, он призывал людей, но все остальное, идти за учителем, платить цену, было решение каждого человека, свобода выбора, свобода воли, для Бога важно наше решение, Он уважает его, даже если мы принимаем неправильные решения, Он все равно уважает, Он не согласен с ним, но Он уважает, и мы должны понять, что это очень важно, Бог любит нас, Он совершенство любви. И вспомните, когда 70 учеников, обреченные властью, вернулись из победоносного Крусейда в Иудее, когда исцелялись больные, бесы выходили, задержимых, Ишуа сделал одно странное заявление, даже можно сказать, шокирующее, Он говорил о том, что кто не будет есть плод сына человеческого и пить крови его, кто не будет иметь в себе жизни, помните, да? Едущий в мою плод и пьющий в мою кровь имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плод моей истины есть пища, и кровь моего есть истинное питье, идущий в мою плод и пьющий в мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И написано дальше, что многие ученики оставили его, и больше с ним не ходили. И он обратился к 12. Хотите ли вы? Вы можете идти себе, я вас не держу. Что они ответили? Петр сказал, Господь, знаем в тебе глаголы вечной жизни, куда пойдем? Понимаете? То есть есть дорога. Мы все рождаемся из праха и, умирая в прах, уходим. Мы родились, и когда мы идем за Ишуа, он говорит цену, которую мы должны платить за его, вот за этот путь. Он не просто обещает нам, что все будет хорошо. Он говорит, будет хорошо, но будет и трудно. Он дает, знаете, вот это люди ставят просто, ну, вот снимает с них вот эти все шоры и говорит, будет трудно и будет хорошо. Это самое важное. Заметьте. И если вы думаете, что Бог будет нервничать, что мы оставили его, то вы глухо ошибаетесь. Он будет опечален, он будет взывать к нашей совести, он будет стучать к нам, но он не будет нервничать. И если вы думаете, что Бог зависит от наших молитв, от наших пожертвований, от наших дел, вы снова ошибаетесь. Молитва, чтение Библии, служение нужно нам. Это то, через что мы приближаемся к Нему, возрастаем на пути. Это нам нужен Бог. Мы нуждаемся в спасении и общении с Ним. Помните, слово молитва на иврите, да? Богословение, браха. От слова барак, от слова берак, да, по-моему? Колено. То есть, благословение мы можем найти только на коленях перед Богом, взывая к Нему в молитве, приближаясь к Нему, мы можем получить то, что мы можем дать другим людям, потому что в Нем источники благословения. Он говорит, я есть путь, истина, и жизнь, и приходящего ко мне я не изгоню. Так написано. И что еще написано? Что вы будете иметь скорбь в мире, да? Но мы пойдем немножко дальше. Итак, существует ложное понимание Божьей благодати. Знаете, благодать – это не подачка, не способ манипуляции Богом. Это милость, которую Бог оказал нам несовершенным и грешным, совершив искупительную жертву на Голгофе. Он заплатил за нас ценой жизни своего сына. Он искупил нас от смерти кровью пролитой на стойке казни. Он вел нас в чудный свой свет. И вы знаете, это важно помнить. Это важно помнить, потому что мы куплены дорогой ценой. Потому что некогда Он взял нас из тьмы мира и вел в чудный свой свет. И мы для этого ничего не сделали. Вот это и есть милость. По этой милости. А то, что мы называем порой благодать, это называется духовная анархия. Делаю, что хочу, ворочу и буду делать так, потому что Бог все простил, разрешил. Неправда. Он предупредил, что есть цена. Есть цена. Есть определенные условия следования за Ним. И мы посмотрим об этом дальше. Итак, не существует дешевой благодати. Ишоа не говорила о дешевой благодати. Когда Бог тебе должен. Знаете, говорит, я пошел за Богом, теперь Он мне должен. Неправда это. Неправда. Он все уже сделал. Он заплатил цену. Он говорил. Итак, Ишоа предупреждал. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Я не думаю, что с крестом можно ходить на пикник. Я не думаю, что с крестом за Ишоа можно пойти на какой-нибудь концерт. С крестом можно пойти на Голгофу, чтобы, умерев для себя, воскреснуть в нем и стать ответом для людей. Если мы хотим стать теми, кем мы есть, вы знаете, мы иногда смотрим, вот знаете, я смотрю в зеркало, ну, вроде бы царь, короны не хватает. Слушаю себя иногда, думаю, цицерон, не хватает людей, а как начинаю петь в душе, соседи стучат, думаю, вот это классно, радуется, наверное, что так хорошо пою. Может, на голос Украины попробовать себя. На самом деле, я не такой. Бог видел, как вначале мы читали, Давид, Он видел меня еще изначально. Он записал обо мне деяние в книгу. Он знает меня другим. Это я себя вижу таким. Он знает, что на самом деле я прекрасный человек. Но есть грех, который мешает мне этому, и мне нужно от него избавляться. А где можно избавиться? Только на Голгофе, где умирает грех. Итак, знаете, Дитрик Банхофер, это еще интересное новое имя для вас, немецкий лютеранский теолог, который был заключен в Трозенштанский концлагерь и расстрелян нацистами в возрасте 39 лет за несколько дней до окончания Второй мировой войны, писал в книге «Цена ученичества, что не существует дешевой благодати, пути наслаждения ведущего на небеса». Современные христианские теологи, делая ударение на труде, исполняемым Богом, преуменьшает усилие человека в сохранении спасения. Следовать за Иисусом, это значит сказать «нет» самому себе, но не путем аскетизма. Знаете, когда одеться сейчас там, там, не буду есть, чтобы плоть сдохла, я буду вот... и не просто там сказать «вот я червь ничего не значущий», а через предпочтение воли Божьей своим собственным интересом и побуждением. Воля Божья для меня стоит выше моих желаний, воля Божья стоит выше моих побуждений. Итак, поговорили о страшном, поговорим о хорошем. Знаете, когда я слушаю такую проповедь, ну, когда я так слышал, я так думаю, ну, что ж ты нас пугаешь? Я не пугаю, я говорю вам то, что говорил Ешуа. Он говорил, что есть цена, которую мы должны заплатить. Он заплатил, и у нас есть определенные обязанности. Но при этом у нас есть прерогатива. Он говорил, что «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой в душе вашей». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стих. Он говорил, что в трудностях, в тяжелых испытаниях я буду рядом. Он говорил, «И усея с вами во все дни до скончания века». И в конце, «Амэн». Да будет так. Так. Я с вами до скончания с века. Я в трудностях, я в тяжелых обстоятельствах, я в ваших испытаниях, я в ваших терзаниях, в слезах, я в ваших выборах. Я всегда буду с вами. Я в вашем сердце, я живу рядом. Дух Святой, который сошел, живет в нас. Он говорит нам, Он напоминает нам то, что говорит Господь. Так просто, но так иногда тяжело вспомнить об этом, потому что хочется делать то, как в зеркало, посмотреть король без короны. И смотрите, однажды еврей, верующий в Ешуа, после завершения своего жизненного пути, предстал перед престолом благодати, на котором сидел Ешуа, царь царей, мессия Израиля. Доволен ты жизнью, спросил Господь. Ну, не хочу жаловаться, говорит он. Ну, ты был рядом, как я обещал, но порой были моменты, когда тебя рядом не было. Смотри, говорит Господь. И он увидел берег моря. Знаете, вот когда вот море и волны, и он, это кромка, вот вдоль этой кромки он увидел два, ну, следы, две пары следов. И Господь говорит, вот видишь, вот это, мы шли с тобой всю жизнь рядом. Мы шли с тобой рядом, Боже, ну, вот ты и я вдоль этой кромки. Помнишь? Он говорит, да, конечно, Боже, вот это я помню, вот это момент моего покаяния, вот это, вот это. О, и смотрит, а там камни, и стекла, кровь. И он говорит, вот-вот-вот Господь, а вот здесь, вот-вот-вот здесь, где кровь, вот видишь, вот одни пары следов. Ты что, вот это же мне тогда и родные отвергли, и другие не принимали, и я был брошен, я был одинок, тебя не было рядом. Господь посмотрел на него с улыбкой и сказал, я нес тебя на руках. Очень часто Он несет нас на руках в наших тяжелых ситуациях. Да, в том, в том, что Он нам сказал, в том, что Он говорил нам, есть определенные вещи. Мы должны платить цену, но Он будет рядом, как я обещал. Итак, мы подходим к практическому применению тому, что было сказано. Бог верен, и Его Слово живо и действенно. Это не просто красивые и древние слова, обреченные в буквы и напечатанные на бумаге. Это реальность, изменяющая жизни людей и историю целого мира. Мы родились в это время, в этой стране, мужчины, женщины, имеющие образование, не имеющие образование, не для того, чтобы стать прахом и раствориться в прахе. У каждого из нас есть уникальное призвание, свое уникальное место в Божьей общине. Мы не существуем, не существует, еще раз повторюсь, простите, дешевой благодати. Всегда есть цена, которую мы платим, следуя за Господом. Это наш осознанный выбор и Бог, верный Своему Слову, находится рядом с нами. Он живет в нас Духом Святым, созидая общину, Божью Церковь на земле. И знаете, Он дал нам великое поручение. Он дал нам великое поручение, идите по всему миру и пробоведуйте благую весть всей твари, всем живущим, кто будет веровать и примет погружение, да, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Это благая весть и в то же время это страшная весть. Верующий будет жив, неверующий, простите меня, будет осужден. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать земей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных и они будут здоровы, да. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-18 стих. Это очень интересно, потому что акцент у нас делается, вот знаете, как бы чуть-чуть перемещается на второй уровень. Мы ищем чудеса и знамения для утверждения, но, к сожалению, забывая, что это дары служения. Это дары служения. Это не для того, чтобы возвысить нас. Это не для того, чтобы показать, какие мы крутые, какие мы умные. Это для того, чтобы исполняя его волю, его слава, его сила высвобождалась для тех, кто нуждается в этом. Смотрите, нам не нужно, знаете, вот есть такое привлекательное дарение, ну, знаете, есть рейтинг даров. Пророчество – это хороший дар, а воспоможение – ну, немножко меньше. А что еще? Апостол – это еще лучше. И все хотят быть апостолами и пророками. Аешуа, помните, что предупреждал учеников? Хотите быть кем? Господами? Станьте слугами. И вот апостол – это самый меньший слуга. Немножко другой рейтинг. И вы знаете, это очень важно – найти свое место. Я вот прошу у Бога, Бог, дай мне тот дар, который ты мне дал, высвободи, покажи мне его, чтобы я был тем, кем я есть в тебе, чтобы он приносил пользу, плод, потому что, когда я войду в свое призвание, я буду просто радоваться, потому что я буду тем, кем я есть. Я буду тем, кем, кто будет приносить радость Богу и изменять этот мир. Итак, совершая путь, мы не… совершая вот этот путь по дороге жизни, мы не просто совершаем личное спасение, но мы помогаем другим людям войти в Царство Божие. Помните, как Господь говорил Иисусу Навину, куда не ступит нога твоя, там что? Будет твоя земля. То же самое Бог говорит нам, куда бы вы ни пришли, мой чудный свет, Он придет. Куда бы вы ни пришли, Царство Божие достигнет, да? Царство Божие достигнет тех, кто Его не знает. Только тогда, когда вы будете открывать свои уста, когда вы начнете служение. Потому что, рэбль Шауля, о котором мы сегодня уже упоминали, он говорил, что я не стыжусь благовествования Машеха, потому что она здесь сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. И мы, как мессианская община, как еврейская мессианская община, призваны нести Божье Царство еврейскому народу. Мы, как те, кто идет по дороге жизни, призваны совершать этот Божий путь спасения не только для себя, но чтобы, знаете, как говорят, прийди на вечеринку и возьми с собой кого-то еще. И Бог говорит, иди на небеса, но возьми еще с собой кого-нибудь. Еще возьми. Не будь один, не будь эгоистом, потому что Я сотворил тебя по образу и подобию своему. Итак, завершая уже, мы подходим к завершению. Есть, я думаю, прочитать вам стихотворение или местописание, и я, наверное, прочитаю местописание, но это будет более правильно. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1-5 стих. Это слово каждому из нас. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Ишуа, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царствия Его. «Проповедуй слово, настой во время и не во время». Слышите? «Проповедуй слово во время и не во время, когда есть возможность и когда нет возможности. Говори Его слово, проповедуй о Его Царстве, говори о милости Божьей, открывай источники благодати для тех людей, кто их не знает, настоящей благодати, когда люди знают, что есть Бог, есть жизнь и есть путь, по которому они должны идти. Что обличай, запрещай, представляете, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, потому что наступает время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себя учителей, которые листили бы слуху. Извините меня, то рекламное Евангелие, о которых я говорил, хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, говорит Господь. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Это говорит тот человек, который отдал все и последовал за Мессией. И потом он в конце жизни сказал, веру сохранил, течение совершил, и теперь готовится для меня что? Венец нетленный на небе. И поэтому мой призыв каждому из вас. Вникайте в себя. Отлично. В учении нету спецэффекта. Жалко. Пусть Господь благословит всех вас. Пусть Господь благословит каждого. Пусть каждый услышит от него то, что он должен был услышать. Есть цена, которую он заплатил. И есть цена, которую мы платим. Отец во имя Ишуа, благослови нас. Благослови нас, быть благословением для каждого. Боже, для тех, кто еще не знает Тебя. Для тех, кто ходит во мраке. Для тех, кто одинок. Для тех, кто потерян. Боже, для Твоих детей. Боже, для Израиля Божьего. Господи, благослови нас, и мы будем благословенны. Потому что в Тебе источники жизни. Ты есть путь истинной жизни. Ты есть тот вечный, любящий и милосердный Творец. Через Тебя мы можем познать Себя. Благослови нас, и будем благословенны. Боже, прошу Тебя, чтобы тот путь, та дорога жизни, по которой мы идем, мы не стояли на одном месте, провожая взглядом тех, кто ушел вперед. Чтобы, Господь, проходя, мы помогали подняться тем, кто упал. Чтобы, Господь, мы не возвращались назад, откуда мы пришли. Боже, чтобы мы продолжали свой путь за Тобой. Благослови нас, Господь. Боже, дай нам сил. Писание говорит, что устают юноши, ослабевают. Но Ты обновляешь, Боже, и открываются крылья, и они текут, как реки. Боже, обнови нас, Боже, на пути Твоем. Обнови каждого, Господь, кто устал. Боже, подними веру тех, кто ее, Боже, может, где-то ослабел. Тех, кто потерял. Боже, сделай нас сильный, в своей Божьей силе. Чтобы в тех слабостях, в которых мы сейчас, мы находили Тебя и укреплялись с Тобой. И богатством, Боже, славы Твоей, богатством благодати Твоей. Благослови общину Твою расти. Благослови детей Твоих быть сильными, Господь. Благослови нас противостоять делам дьявола и не слушать басни. Благослови поднимать голос за тех, кто находится сейчас в трудных ситуациях и отвечать руки свои и от тех, кто сейчас в трудностях. Благослови нас. Слава Тебе, Ишуа. Амэн. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова